Праздник для тех, кому он особенно нужен. В преддверии Нового года гостей принимал Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. У всех у них проблемы опорно-двигательного аппарата. И пусть ходить сложно, но улыбаться и верить в чудеса куда легче. На учете в центре стоят почти 3000 детей. Каждый день одномоментно помощь получают 120. Причем реабилитация здесь это не только улучшение физического здоровья, но и повышение социального статуса ребенка-инвалида. Попросту укрепление веры в себя. Этот год для нас очень значим, потому что благодаря участию государства, спонсоров, меценатов, мы собрали полтора миллиарда спонсорских денег и полностью переоснастили материальную техническую базу центра. Новый год это праздник, когда сбываются мечты. И сегодня у нас мечты сбылись. У нас много гостей, много друзей, много улыбок. Поэтому верьте в чудеса, мечты сбываются. В своем письме Деду Морозу специалисты просили о музыкальных центрах. Чем качественнее аппаратура, тем больше терапевтический эффект оказывает классическая музыка, доносящаяся из динамиков. Это желание сегодня исполнил глава правительства. Он прогулялся по реабилитационному центру, поучаствовал в детском празднике и даже обещал загадать свое новогоднее желание. А на какой у нас праздник скоро будет? Ура! А на Новый год что делают? Дарья подарки! Вот я вам привелась подарочник! На праздничной сцене сегодня блистали сплошь воспитанники центра. Комплимент от зрителей, звание заслуженных артистов не меньше. Благотворительная акция «Наши дети» в этом году проходит в юбилейный 20-й раз и продлится до 10 января.